Привет всем! На связи информатора о студенческой жизни региона программа «Вузблог». Наше поздравление прекрасной половине человечества. Кстати, представительницы студенческого сообщества накануне праздника смогли покорить сердца жюри своей красотой, умом, талантом и обаянием. А некоторые на минувшей неделе смогли лично встретиться с главой Ставрополья. Смотрите дайджест, в нем все подробности. Губернатор Владимир Владимиров встретился с молодежью восточных территорий Ставрополья, студентами вузов края, проходящими обучение по целевому набору. Во встрече также приняли участие ректоры высших учебных заведений, главы восточных районов, представители губернаторов в муниципальных образованиях. Программа целевого набора в вузы работает на Ставрополье два года. При этом число бюджетных мест увеличивается. И на 2015-2016 учебный год целевой набор в шесть ведущих высших учебных заведений региона составил около тысячи человек. Это почти вдвое больше, чем год назад. Я хотел вам, каждому глядя в глаза, сказать, что, поверьте мне, каждого из вас знаю я, знают мои представители, которые участвовали в этом во всем. И за каждым из вас мы будем смотреть и будем очень хотеть, чтобы желать все делать для этого, чтобы вы вернулись обратно на Ставрополье. Я знаю точно, не все смогут вернуться к себе домой, но я знаю, я еще больше знаю, что все захотят потом, когда вот, ну, как будет возраст, как мне, все захотят все равно возвращаться домой, потому что лучше дома ничего нет. Студенты, в свою очередь, задали губернатору вопросы, которые касались перспектив дальнейшего трудоустройства, ответственности работодателя перед молодыми специалистами, обеспечения жильем и социальных гарантий. Мои права, мое богатство. Под таким девизом в СКИФУ стартовали мероприятия, развивающие правовую грамотность студентов. В программе образовательные мастер-классы, ток-шоу, квесты, игры и акции, обсуждение законопроектов. Затрагиваются различные аспекты от семейного права и правопотребителя до юридической защиты своих интересов в интернете. Начало масштабной образовательной акции положил круглый стол с представителями ГИБДД. Речь шла о причинах ДТП и действиях при аварийной ситуации. Залог безопасного дорожного движения – взаимоуважение всех его участников. К такому выводу пришли собравшиеся. Праздник красоты, грации и обаяния. В преддверии Международного женского дня в университете выбрали мисс СКИФУ. За победу боролись 14 конкурсанток. По традиции девушки предстали перед зрителями в различных образах, рассказали о своих увлечениях, учебе и будущей профессии. Также у них была возможность проявить эрудицию, смекалку и многочисленные таланты. Украшением вечера стали творческие номера участниц. Титул мисс СКИФУ завоевала студентка Института образования и социальных наук Кристина Ельшина. Думаю, что это будет одна действительно из самых ярких эмоций в моей жизни. Спасибо этому конкурсу, что он подарил мне такую возможность выступить на сцене в качестве участницы такого замечательного. Я считаю, что это самое красивое мероприятие. Я просто счастлива! В скором времени Кристину ждет новое испытание. Девушка представит вуз на краевом студенческом конкурсе красоты, грации и талантов. Уверены ли вы в своей безопасности, в частности информационной? Если нет, то как защитить информацию о себе? Интересные вопросы, не правда ли? Второй год СКИФУ проводит региональный форум, посвященный этой теме. В нем приняли участие полторы тысячи школьников и студентов, которые решили стать профессионалами в этой области. Информационная безопасность – одна из самых актуальных проблем, которая касается каждого из нас. Эту мысль пытаются донести до участников-организаторов регионального форума. Просто и доступно ребятам рассказывают о том, какие угрозы нас подстерегают и как защитить себя с помощью IT-технологий. В ходе таких встреч своими знаниями и опытом с ребятами делятся представители крупнейших международных и российских компаний. Например, Николай еще студент, но уже является специалистом групп IB, лидера в области борьбы с киберпреступностью. Он не только рассказал школьникам о своей работе, но и научил, как самостоятельно защитить от взлома своей страницы в социальных сетях или предотвратить утечку личной информации из сотовых телефонов. В рамках форума школьники посетили лаборатории из КИФУ, оснащенные самой современной техникой. Видите, это шум. То есть вот здесь станции нет. Значит, а вот, который всплеск, это станции какие-то работают. Я могу с ним прийти, куда-то в кабинет прийти с этим чемоданом, поставить его на пол и, соответственно, включить режим подавления. И в этом случае диктофоны, мой диктофон там остался, в радиусе 4 метров не работают ни один диктофон. Просто он их выключает. Мы можем слушать через стену, за стеной слышать. Полтора метра стена бетонная прослушивается с помощью этого датчика. Все эти приборы позволяют обнаружить скрытые камеры, прослушку и другие возможные пути утечки информации. Если для школьников это в новинку, то студенты из КИФУ уже отлично знакомы с подобным оборудованием. Для них в рамках форума проходят мастер-классы в области информационной безопасности и встречи с потенциальными работодателями. Главная задача заключается в том, чтобы студентов первого, второго, третьего курса повернуть лицом к той профессии, которую они получают. И они увидели, насколько эта профессия важна и насколько знания в этой области им потом помогут устроиться в своей будущей жизни, будущей профессии. Студентов больше всего интересовало, какие IT-разработки сегодня наиболее востребованы и где можно применить полученные в ВУЗе знания. Ответ на эти вопросы давали специалисты отрасли. Мы все хотим, чтобы они в будущем работали именно по выборной профессии. Не ушли там куда-то, где-то, а именно стали специалистами в области информационных технологий, потому что самый большой, наверное, дефицит сейчас специалистов в области информационных технологий в нашей стране. Форум продлится две недели. Впереди новые встречи с успешными студентами и выпускниками СКФУ, работающими в крупных международных корпорациях. Одна из областей, где защита информации крайне важна, это различные интернет-площадки. Пока ученые думают, как защитить нас от хакерских атак, я на правах авторизованного пользователя, как всегда, изучил ваши ВУЗ-посты и готов объявить победителей в нашей рубрике «Студтвит». На первом месте пост из столицы от команды КВН сборная СКФУ. Ребята сыграли в новом сезоне премьер-лиги клуба веселых и находчивых. И не просто сыграли, а прошли дальше. Наши ребята самые лучшие. А в университете вместе с календарной началась студенческая весна. Это когда тебе хочется петь, танцевать, а тебе за это еще и аплодируют. На фото человек из-за кулисья. Ася Асенко попадает в наш стол вместе с надеждой, что из-за студовесны она не будет прогуливать бары. Бронзу отдаем студактиву университета за поздравление, адресованное студентке Института информационных технологий и телекоммуникации Елене Ливинской. Она стала женщиной года города Ставрополя в номинации «Успешная молодость». Поздравляем! ВУЗ-фолловеры штурмуйте соцсети и обязательно отмечайтесь хэштегом СКФУ. Этот выпуск и еще много полезной информации вы сможете найти на официальном сайте ВУЗа. Шлю вам студенческое пока. Увидимся на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok